Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Привет, с вами Сид Рот, и добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. И другого мне не надо. Как вы знаете, я еврей, верующий в Иисуса Христа. Когда я только стал верующим, мне хотелось, чтобы все было иначе, но меня никто не наставлял. Я был сам по себе. Я хорошо знал только о Библии. И что мне оставалось делать? Я стал ее читать. И после прочтения Библии я начал задумываться насчет религии. То есть, когда некоторые люди говорили, что в наши дни Бог не исцеляет, я думал, «Какую Библию они читают?» Я с этим не согласен. А некоторые говорили, «О, Бог, мой приятель! Давай, Бог, давай!» Я из еврейской семьи. Я знаю, что Бог свят. Должно быть почитание. Да, существуют близкие с Ним отношения. Но там никакого почитания вообще. Сплошной спортивный матч. Нет, не о таком Боге я прочитал в Ветхом и Новом Завете. Еще я слышал, что если вы спасены, то обязательно попадете в рай, несмотря ни на что. Если что-то случается, значит, вы просто не были спасены. Вот такое. Но не так написано в этой книге. Бесполезно убеждать меня, что Бог сегодня не исцеляет. Абсолютно. Я другому научен. Я видел очень много чудес. Бесполезно убеждать меня, что Бог не свят, потому что я знаю, Он свят. Бесполезно убеждать меня в том, что если я однажды спасен, то не смогу потерять спасение. Бесполезно. Но на церковь надвигается дух заблуждения. Я хочу, чтобы вы заранее знали, что это не коснется ни вас, ни ваших близких. Вот о чем мы с вами поговорим сегодня. Так что слушайте внимательно и не уходите далеко. Привет, с вами Сид Рот и со мной Тони Кэмп. Тони, мой друг. Он является членом Совета директоров, студентом Христианской Академии «Слово Бога», выпускником Школы Богословия. Тони, вы рассказывали мне, что во время Великого Пробуждения на Азуза-стрит, которое происходило в начале 20 века, было пророчество, которое оказалось подходящим для нашего времени. Там еще упоминалось о месте Писания, об определенном. Расскажите об этом. Вот что написал апостол Павел в Первом Послании к Тимофею, 4 главе. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Он не сказал, что они отвергнут веру. Он сказал, что они отступят от веры. «Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступят от веры». Это Первое Послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Другими словами, они будут постепенно отходить от истины и послания благодати Иисуса. А во Втором Послании Тимофею он сказал, что в последнем периоде последнего времени здравого учения принимать не будут. И вот что было в пророчестве на Азуза-стрит. Это где-то 1909 и 10-е годы. Там было сказано, в последние дни Великого Пятидесятнического движения произойдут три вещи. Первое. Люди будут заниматься хвалой, вместо того, чтобы молиться. Помните, что сказал апостол Павел? Сначала молитвы, прошения, ходатайства, а потом хвала и поклонения Отцу. Второе, о чем он сказал в этом пророчестве, что руководители, служители, просто люди, будут больше уделять внимание силе, вместо праведной жизни. Ну и третье, о том, что люди будут уделять больше внимания дарам Святого Духа, а не господству Мессии Иисуса. Нужна ли нам хвала и поклонения в Церкви? Конечно, да. Но у каждого из нас, кто называет себя учеником Мессии, должна быть молитвенная жизнь. Нужна ли нам в Церкви сила Святого Духа и Его проявления? Не, безусловно, нужны. Но мы должны каждый день практиковать праведную жизнь. Нужны ли нам дары Духа и проявления славы Божьей? Да, нужны. Но мы должны сделать это в подчинении Иисусу Христу, в признании Его власти и Его господства над нами. Это нужно каждому верующему. Дайте нам краткое определение библейского понятия благодати. Что такое благодать по Библии? Во-первых, Павел говорит Титу, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Сначала, когда я смотрю на Божию благодать, я смотрю на милость Иисуса и на Него самого. Далее я вижу благодать как божественное влияние. И это божественное влияние побуждает меня обратиться от греха, противостать Ему и отдать свою жизнь Мессии Иисусу, когда я слышу истину Евангелия. Эта истинная благодать направляет мое внимание к тому, что мне нужно отринуть себя, взять крест и каждый день следовать за Иисусом. Иными словами, истинная благодать способствует изменению наших привычек, характера и жизни, и призывает нас быть все более и более похожими на Иисуса, развивая свои близкие отношения с Ним. А что такое, и Бог дал такое слово, ложное? Благодать. Вы говорили о благодати, а что такое ложная благодать? Это отсутствие силы. Другими словами, если я проповедую послание ложной благодати, я говорю вам, выходи вперед, принимай Иисуса как Господа и Спасителя, «Бог любит тебя», но я не несу послание о личной свободе, избавлении, изменении привычек, характера и жизни. На самом деле я говорю, «Бог любит тебя», поэтому ты можешь оставаться грешником. Но истинная благодать говорит, что Бог любит тебя, и Он спасет вас от греха и полностью изменит вашу жизнь, если вы отдадите ее Иисусу Христу. Он преобразит ее, преобразит и тело, и душу, и, главное, дух. Вы знаете, в учении ложной благодати уже доходит до такого, из-за того, что Иисус сделал для нас на кресте, нам теперь больше не нужно каяться в грехах, раз мы родились свыше. А как насчет учения? Спасен однажды, спасен навсегда? Когда мы вернемся, я хочу продолжить наш разговор. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычников, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа посредством Божьей любви. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знаниях, и тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Тони Кэмп. Тони, я не могу понять. Я прочитал... Бесполезно мне говорить. Я читал Библию. Я не понимаю, как можно думать, что спасен однажды, спасен навсегда. Скажите, почему это неправильно? Прежде всего, Иисус в Евангелии от Матфея 24 главе, обращаясь к Своим ученикам, говорит, претерпевший до конца спасется. Иисус общается со Своими последователями, Своими учениками и говорит, «Вы должны быть послушны Мне до конца своей жизни, чтобы попасть на небеса и войти в славу». Вдобавок, апостол Павел, который был великим учителем благодати, сказал в послании к римлянам 11 главе, «И так видишь благость и строгость Божия, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости». То есть, продолжая быть послушным учению Мессии Иисуса, он сказал тогда, «Если ты откажешься быть послушным учению Иисуса до конца своей жизни и отступишь от Него, он сказал, ты будешь отсечен». Вот что он сказал, Сид. Он сказал, «Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Еще раз, видишь благодать и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в этой благости». Вот об этом я и читал, не понимаю. Если вырываешь места Писания из контекста и не смотришь на все Писание, то таким путем, знаете ли, далеко можно зайти. И не только это. Апостол любви Иоанн, который написал книгу Откровения, Бог приходит к Иоанну в духе и образе Иисуса и начинает говорить церквям, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Ты отступил. Он говорит, «Покайся и твори прежние дела». Потом Иисус говорит Иоанну о Сардийской церкви. Ты носишь имя, будто жив, указывая на то, что в свое время ты был рожден свыше и имел спасение. Но Иисус говорит, «Ты мертв». И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Затем Иисус сказал, «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, потому что они достойны». То есть Иисус сказал, что у вас есть несколько человек, которые живут чистой, святой и праведной жизнью, и они-то получат славу. Еще Иисус сказал, «Побеждающий», то есть тот, кто преодолевает грех, потому что Иисус уже победил его, тот человек будет записан в книге жизни. Но того, кто предается греху и не следует за Иисусом до конца, он сказал, «Я вычеркну его имя из книги жизни». Что бы вы сказали? Я думаю, что вы почти ответили на вопрос тех, которые говорят, «Да, кажется, нужно, когда ты принимаешь спасение». Но после того, как Иисус уже умер за все твои грехи, тебе не нужно больше этого делать. Давайте посмотрим. Во второй и третьей главах Откровения Иисус говорит к семи церквям и пяти из них. Он сказал, «Покаяться». К тому же в восьмой главе Деяния евангелист Филипп проповедует «И спасается колдун по имени Симон, и так сказано, что он спасается». Позже Симон видит апостолов, возлагающих руки на людей, они получают крещение Святым Духом, и дьявол посылает ему греховную мысль спросить у апостола Петра, а можно ли получить эту власть от него, если дать денег. Он подходит к Петру, и вот что Петр ему говорит. «Сердце твое неправо перед Богом. Покайся в этом твоем грехе и молись Богу». «Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». Вдобавок, Иоанн, это апостол любви, в первом своем послании, первой главе, девятом стихе, говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Бог верен и праведен, Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Говорит, что первое Иоанна было написано гностикам, людям, которые учили ложным доктринам, но послания были написаны церкви. Иоанн обращается «дети мои». Далее он сказал «пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Итак, здесь ясно видно, что Слово Божие учит нас о том, что после спасения нам нужно покаяться, потому что покаяние — это метод, который Бог использует для преобразования нашего с вами ума, чтобы мы исполняли волю Божию, так как Ему угодно это, благую, угодную и совершенную, воздавая Ему честь. Тони, а если кто-то спросит, «Ты мне говоришь, что я должен родиться свыше дважды?» Тони, ты это имеешь в виду? Нет, я не об этом говорю. Вот в чем истинна. В книге Откровения Иисус говорит одной из церквей, «Вы были рождены свыше, но из-за того, что выбрали грех, стали духовно мертвы». И когда человек раскаивается, тогда он может духовно вернуться к жизни. Некоторые из учителей ложной благодати учат о том, что ада нет, есть что-то вроде «чистилища», ну, кратковременный ад, но затем вы идете на небеса. А ты что думаешь? Я слушаю то, что опять же говорит апостол любви Иоанн. В Откровении 14 главе и далее в 20-й. «Люди, чьи имена не будут найдены в книге «Вечная жизнь», те, кто покаялись, верят и послушны Иисусу, те идут в озеро огненное и будут там в вечных муках, в этом озере». А что такое озеро огненное? Озеро огненное — это ад. Это место, куда попадут все, кто не был послушен Иисусу до конца своей жизни. И позвольте мне сказать, Сид, я хочу быть послушным Иисусу, как Иисус сказал в Евангелии от Марка 9 главе, говоря своим ученикам, «Если человек умирает во грехе», и он говорит это именно ученикам, «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее». «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее». «Если глаз твой соблазняет тебя, вырвай его». Иисус говорит, тот, кто умирает во грехе, будет вержен в гиену огненную, где огонь не угасает. Почему Тони это так волнует? Потому что так говорит Библия. Почему он так об этом рассказывает? Потому что в видении он видел озеро огненное. Он видел ад. После паузы я хочу, чтобы он рассказал нам об этом. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжим. Это сверхъестественно. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу. Это сверхъестественно каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Привет, с вами Сидрот и Тони Кэм. Мы говорим о поразительном движении последнего времени в сторону дьявола. Это одна из основных ересей, когда-либо появлявшихся в церкви. И она распространяется по всему христианскому телевидению и радио, а также через книги и конференции. Это называется посланием ложной благодати. Люди могли бы сказать, «Тони, минуточку, вы спасены по благодати, а не по делам». Правильно? Что вы тогда имеете в виду? Вот что бы я сказал. Я бы сказал, что благодать Божья — это влияние Божие на мою жизнь. Это Бог в моей жизни и силы Его. А благодать производит подлинное покаяние. Когда я приношу Иисусу плоды Своего покаяния, благодать каждый день производит праведный образ жизни, а также близкие отношения с Иисусом и Богом Отцом. Мне нравится такая благодать. Аминь. Благодать обладает силой. Благодать приводит людей к спасению от грехов и избавляет от тьмы. Благодать побуждает людей ходить в святости и дает Богу наслаждаться своими сыновьями и дочерями и позволяет вам наслаждаться Богом, как никогда ранее. Что бы вы сказали тому, кто говорит, «Но подождите, Тони, невозможно отпасть от Божьей благодати?» «Никак!» Я бы сказал так, как в Слове Божьем написано, что можно отпасть от благодати. Павел говорит в послании Галатам, 1 главе, «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас к благодати Христовую, так скоро переходите к ному, благовествованию». И еще он говорит о тех верующих Галатах, которые решили отступить от веры. И он произносит такую фразу, «Вы отпали от благодати». Я буду прислушиваться к апостолу Павлу, буду прислушиваться к Иисусу, который сказал людям, что они должны быть верными Ему до конца. Послушайте, эти лжоучителя используют Священное Писание, отрицая осуждение. Они говорят, «Давайте просто проповедовать любовь». Это единственный путь, по которому люди узнают Иисуса. Давайте избегать вопросов осуждения, ведь на самом деле Бог говорит, что нет никакого осуждения. Давайте поговорим о любви. Потому что в книге Откровения, 3 главе, Иисус обращается к церкви Владики. И вот что Он говорит, «Кого Я люблю, того наказываю». «Будь ревностен и покайся». Вот мой первый ответ, а второй – Иисус является представителем Отца Небесного, и Он нас любит. Какой отец, имея сына или дочь, не наказывает, не вразумляет, не воспитывает их? И поэтому, когда мы получаем вразумление от Бога, мы получаем направление и приобретаем моральные качества святости. Именно таким образом Бог нас воспитывает. Он дает нам иногда ремня или лишает нас Своей благодати. Но Писание вообще-то говорит, что нет никакого осуждения тем, которые находятся во Христе Иисусе. В послании к римлянам написано, «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это восьмая глава, первый стих. Значит, последнюю часть из стиха выбрасывают. Вот так и делается послание ложной благодати, потому что Бог послал Своего Сына, чтобы осудить грех и плоти. И когда я подчиняю свою жизнь Божьему Сыну, «Праведность, наставление и оправдание закона исполняются во мне, так как я живу Духом Святым». У вас было видение, несколько видений озера огненного и ада. Пожалуйста, расскажите, что вы видели. Все началось в 89-м году. Это был опыт путешествия вне тела. Ко мне явился ангел и взял меня на небеса. Но по пути на небеса я встретил души, покидавшие землю. Они направлялись в портал, в ту сторону озера огненного. Позже, в середине 90-х, у меня было еще два видения, и я увидел озеро огненное с огнем и серой. И тогда всемогущий Бог подвел меня поближе к одному из людей. Он висел в огне, и все они страдали и мучились из-за непослушания и бунта против Слова Божьего. И из-за того, что не жили ради Мессии, эти мучения были реальны. То есть ад реален. Да, ад реален. Я вам скажу, что меня волнует больше всего. Тони, дорогие зрители, знаете, что меня волнует больше всего? Это люди, которые находятся во грехе, и их не заботят, что они грешат. То есть совершенно недавно я разговаривал с одной женщиной, которая была лесбиянкой, и это ее ни капли не беспокоило. Вы знаете, почему ей было все равно? Еще совсем немного, и ее совесть станет прожженной. Если вы прожигаете свою совесть, Дух Святой не может обличать вас во грехе. Послание ложной благодати гласит, что на основании Нового Завета Дух Святой не обличает вас за грех. Да, вы просто не знаете Библию. Мне не безразлично, если вы вовлечены в грех порнографии. Мне не безразлично, если вы во грехе наркотиков и зависимости. Мне не безразлично, если вы занимаетесь сексом вне брака. Мне не безразлично, если вы вовлечены в Нью Эйдж. Знаете ли вы, насколько вы близки к тому, чтобы опалить, заглушить свою совесть до такой степени, что не сможете покаяться? Но вы бы не смотрели сейчас нашу программу, если бы перешли эту грань. Поэтому покайтесь, потому что Царство Божие близко. Покаяться означает отвернуться от греха. Верить, что кровь Иисуса Христа омывает тебя, когда ты раскаиваешься и обратиться к Богу за силой, которая делает тебя свободным. Мессия говорит, познайте истину. Он — реальная Личность. Его зовут Иисус. И познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. И изберите жизнь сегодня. Вы не знаете, когда придет ваш конец. Как бы вы ни были умны, вы не знаете, когда придет именно ваш конец. И я не хочу, чтобы ваша совесть была настолько пораженной, что вы не смогли бы покаяться в своих грехах. Сейчас самый подходящий момент. Примиритесь с Богом прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Смотрите в следующем выпуске. Что делать, если во время молитвы в ваш дом проникли враги из невидимого мира, чья задача — отвлечь вас от молитвы, даже искушая вас при этом грехом? А что, если бы вы могли избавиться от этих невидимых врагов, и ваши молитвы достигали бы небес? Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok